Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема сегодняшней лекции Развитие оценки под влиянием процессов в общественных науках и в процессах в обществе Сегодня мы поговорим с вами о следующих вещах Во-первых, о том, каким образом развитие философских основ социальных наук повлияло на оценку как профессию И второе, о том, как под влиянием изменения теоретических представлений Менялись практические представления о роли специалиста по оценке при проведении оценки программы проекта На прошлой лекции мы уже говорили с вами, что социальный подход впервые начал использоваться Проектный подход начал использоваться в социальной сфере, в первую очередь в США А затем достаточно быстро распространился на Канаду и страны Западной Европы Время того, мы говорили с вами, что к проведению оценки программы проектов Стали уже в 60-е годы стали привлекать специалистов в области социальных наук Благодаря этому дальнейшее развитие оценки в англоязычной среде Оказалось, естественно, связано с развитием социальных наук В первую очередь в социологии и психологии И появление новых идей в этих науках существенно влияло на развитие оценки На развитие социальных наук, в свою очередь, существенное влияние оказали процессы в обществе И в первую очередь движения за гражданские права, которая была, наверное, одним из таких ведущих социальных движений в 60-е годы Когда происходило формирование оценки В результате всех этих процессов в обществе и в науке Развитие оценки получило достаточно бурное И на ее применение повлияли две крупных дискуссии Первая дискуссия развернулась в 60-е и 70-е годы И была посвящена тому, какие методы лучше использовать Как в социальных исследованиях, так и в оценке Количественные или качественные В 80-е дискуссия сошла на нет И в профессиональном сообществе договорились и признали, что Как качественные, так и количественные методы имеют полное право на существование И что, вероятно, с точки зрения практики Наиболее оптимальным подходом является их сочетание Дискуссия, которая происходит сейчас Связана уже не столько с методологией Сколько с тем, какую роль должен специалист по оценке играть при ее проведении Должен ли он быть полностью независим от людей Который от объектов своего исследования, то есть от программы Либо он должен интегрироваться в эту программу Чтобы лучше понять, что в ней происходит И помочь этой программе усовершенствоваться Кроме того, эта дискуссия происходит о том, в какой роли Какую роль выполняют специалист по оценке Скорее, исследователь, человек, который должен получить новые знания Либо он должен стать агентом изменений И активно влиять на процесс развития программы, в которой он работает Дискуссии эти были во многом связаны с теми комплексными представлениями, которых придерживались люди, работающие в оценке Хморния, такую высокую совокупность представлений, через которые человек как через музыку смотрит на мир, принято называть парадигмой В науке и соответственном оценке парадигма определяется комплексом из четырех представлений Значит, во-первых, это представление о том, какова природа реальности Второе, это представление о том, какова природа моральных ценностей, которых должен придерживаться специалист Третье, это комплекс представления о природе знания и о характере взаимоотношений, медиа, с исследователем и объектом изучения И четвертое, это комплекс методологических представлений, то есть то, каким образом можно получить необходимые знания и информацию Сегодня в социальных науках и, соответственно, в оценке существуют четыре основные парадигмы Первая из них – пост-реативистка Ее придерживаются последователи традиционных представлений о роли науки, сформировавшихся в 19 веке Считается, в рамках этой парадигмы люди придерживаются идеи о том, что миссия науки состоит в поиске истины Кроме того, считается, что существует единственная версия реальности, существует единственная объективная реальность И задача исследователя, используя различные инструменты, найти эту реальность Сегодня считается, что абсолютно точная измеренность реальности невозможна, но можно это и делать в той или иной степени погрешности И вот этот акцент на измерении приводит к тому, что наиболее оптимальными методами изучения и методами исследования считаются количественные методы Следующая парадигма связана с развитием представления о том, что каждый человек создает свою версию реальности, исходя из полученного опыта Вот это слово создает или конструирует, дало название этой парадигмы, она называется конструктивистой В ней по-прежнему сходит и в том, что главная задача исследователя найти истину и создать такие новые знания Но при этом считается, что версии реальности, у своего рода истин, существует множество И у каждого человека эта истинная реальность может быть своей Поэтому задача исследователя не найти единственную правильную реальность А понять, в каких версиях реальности существуют люди, с которыми он работает, которые являются объектом его изучения То есть применительные к оценке, это означает, что специалист должен понять, какие версии этой программы существуют для различных людей, которые участвуют в этой программе В качестве исполнителя или в качестве благополучателя программы Такая необходимость хорошо разобраться в опыте, который люди получают в рамках программы, диктует необходимость использования преимущественно качественных методов Следующая парадигма, которая в какой-то степени является реакцией на ожесточенные споры между приверженцами посетивизма и конструктивизма Это прагматическая парадигма Люди, которые придерживаются, стоят на их позиции, что все-таки исследования и оценка делаются для кого-то И важно провести их так, чтобы они дали ответы на вопросы заказчиков оценки А какие методы при этом использоваться уже не столь важно Более того, в рамках парадигма существует сегодня представление о том, что выбор метода должен определяться Вопросами заказчиков оценки Важной особенностью прагматической парадигмы является то, что она говорит о необходимости постоянного диалога с заказчиком оценки Для того, чтобы ответить на его вопрос Самая новая парадигма называется трансформационная На ее появление повлияли как раз процессы, проявляла движение за социальную справедливость и гражданские права В рамках этой парадигмы морально удобным специалистам считается содействие социальной справедливости и соблюдение прав человека То есть фактически приоритетом становятся не интересы заказчика А интересы наиболее обездоленных инвестиционных людей, оказывающих серьезные действия программы Трансформационная парадигма также предполагает сочетание качества и количественных методов Но критерием при выборе метода является не только ответ на вопросы оценки Сколько обеспечение причинности, приемлемости этого метода для всех участников оценки И в том числе для людей, обладающих наименьшей властью в рамках этой оценки При проведении оценки в рамках трансформационной парадигмы Специалист по оценке должен поддерживать диалог не столько с заказчиком оценки Сколько с людьми, в интересах которых реализуются программы Тех, кого обычно принято называть благополучателями При этом приоритет должен отдаваться интересам людей, которые обладают наименьшей властью С тем, чтобы оценка обеспечила учет их интересов И озвучила их мнение и их интересы Таким образом, сегодня в оценке параллельно существуют четыре парадигмы И причем их влияние и значимость в течение прошедших полувеков значительно изменились Если 60-е и 70-е господствующие позиции занимала постпозитивистская парадигма То в 80-е позиции можно говорить о том, что она уже стала примерно равнозначной Сейчас среди практиков все больше распространяются взгляды, связанные с прагматической парадигмой И постепенно все больше распространения получают идеи, связанные с трансформационной парадигмой Любопытно, что в последнее время дискуссия и в области о том, какая парадигма является более правильной Перемещаются в обсуждение того, что специалисты по оценке должны открыто обсуждать с заказчиком Каких взглядов они придерживаются, чтобы те, кто заказывает оценку, имели возможность определить Насколько комплекс взглядов, которые придерживаются специалисты по оценке Соответствуют тем представлениям и ценностям, которые придерживаются сами эти заказчики Под влиянием теоретических и общих представлений, на которых базируется исследование оценка За прошедшие 50 лет существенно изменились и расширился спектр моделей и подходов, которые сейчас используются в оценке То есть изначально проектный подход предполагал только внутреннюю оценку То есть предполагалось, что оценку программы выполняют сами ее исполнители При переносе оценки в социальную сферу возоблагалась модель внешней оценки Причем изначально она базировалась на парадигме постпозитивизма И предполагала полную независимость специалиста от программы или проекта При этом внешний специалист полностью контролировал процесс оценки Постепенно, по мере более широкого распространения идей конструктивизма и прагматизма Появились варианты оценки, которые предполагают более активное участие заинтересованных сторон в процессе самооценки И фактически развитие шло по пути снижения независимости специалистов по оценке от участников и исполнителей программы Сначала появилась модель оценки с участием, которая предполагает активное вовлечение заинтересованных сторон В первую очередь людей, которые занимаются реализацией программы в процессе планирования и проведения оценки Но при этом за специалистом по оценке оставалась функция контроля То есть он являлся главным организатором процесса оценки Следующей моделью стала модель партнерской оценки Которая уже предполагала равенство и равные права между внешним экспертом, специалистом по оценке И заинтересованными сторонами программы То есть они делили между собой как обязанности по проведению оценки, так и ответы за ее проведение Следующая модель это так называемая empowerment оценка Но empowerment очень тяжело переводится на русский язык Потому что в русском языке нет его точного аналога Но суть его состоит в том, что задача такой оценки Помочь людям, занятым в процессе, поверить в свои силы И ощутить себя полноправными участниками То есть при проведении такой оценки Фактически специалист по оценке перестает контролировать процесс Выполняет функции наставника и фасилитатора А само проведение и планирование оценки Становится предлогативой тех людей, которые заняты в программе в том или ином качестве Следующей моделью оценки, которая в какой-то степени можно рассматривать как возврат к модели внутренней оценки Это модель активного исследования или модель позитивного исследования Которые предполагают, что люди, которых в более традиционном варианте проектного подхода Рассматривают как благополучателей проекта Активно привлекают к процессу планирования и реализации проекта И полностью передают им функции по оценке деятельности и результатов проекта То есть здесь происходит Участникам проекта делегируются не только функции оценки проекта, как в предыдущих моделях Но им делегируются функции и по реализации проекта В результате сегодня в оценке сложилось большое количество различных подходов и моделей Которые можно разделить по двум основным признакам Во-первых, это функция благополучателя, которую благополучатели играют при реализации проекта, в том числе при реализации оценки И второй критерий, по которому можно разделить все эти модели, это роль, в которой выступает внешний консультант по оценке Соответственно, есть группа подходов и моделей к проведению оценки, в которой консультант по внешним специалистам Выступает в качестве главного действующего лица и полностью контролирует процесс оценки И к этой категории относится традиционная внешняя оценка И также ряд подходов, которые предполагают вовлечение участников программы В других моделях специалист по оценке выступает только в качестве наставника и фасилитатора И к этой категории относится внутренняя оценка И, соответственно, оценка Эмпауэрмент оценка, а также оценка, которая проводится в рамках активного и позитивного исследования Другой критерий, другой признак, по которому происходит разделение Это вовлечение степени вовлеченности благополучателей в процесс управления проектом Соответственно, к группе подходов, при которых благополучатели не участвуют в управлении проектом Относится традиционная внутренняя оценка, которую выполняют сотрудники программы А также внешняя оценка, которая проводится независимым консультантом Если при модели управления проектом строится на активном увлечении людей, благополучателей То для оценки таких проектов логичнее использовать модели оценки партнерской Оценки с эмпауэрментом и фактически внутренние оценки, выполняемые благополучательным проектом Как это предполагает активное и позитивное исследование На этом у меня все. Спасибо большое за внимание